Здравствуйте! Как всегда рад приветствовать вас на нашем канале группа компании Вариус. Сегодня мы рассмотрим основные проблемы, с которыми они часто сталкиваются на производстве при фрезеровании деталей и их решениях. Сразу хотела говорить, что проблем и решения большое количество, а мы остановимся на самых популярных из них. Итак, одна из распространенных проблем является плохая получаемая шероховатость. Перед тем, как рассмотрим пути решения, давайте разберемся в причинах появления. И причина номер один – это банально неподходящий инструмент для выполнения операции. Вторая причина – сильно вязкий материал с плохой обрабатывательностью. И третья основная причина – это вибрации при обработке. Итак, как можно побрать эту проблему? Первое – повысить скорость резания, выбрать рекомендованную подачу на зуб и уменьшить глубину фрезерования. Второе – взять из аминклатуры более острый стружколом. Взять шлифованную пластину взамен прессованной и уменьшить вылет, если, конечно, позволяет это сделать операция. Третье – использовать инструментальные решения с зачистной геометрией вайпер для чистовой операции. Одно из таких решений являются торцевые фрезы через 4 финиш. Ранее мы рассматривали детально эту серию. Ссылка на видео будет в описании. Вторая распространенная проблема – это затирание задней частью фрезы. Обычно с таким вопросом сталкиваются на старом универсальном оборудовании. Итак, первая причина – это нарушенная геометрия станка. Вторая основная причина – отгиб инструмента, например, из-за плохой жесткости оборудования. В этом случае путем решения вопроса будет первое – использование инструмента с односторонней пластиной с положительным передним углом. Второе – использование 90-градусной фрезы. Третье – уменьшение глубины фрезерования. И последнее основное решение касательно универсального оборудования, где возможен принудительный подворот инструмент. Третья распространенная проблема – заусенец на краю заготовки. Обычной причины две – вязкий обрабатывающий материал или изношенный инструмент. Если со второй причиной все понятно, нужно просто заменить инструмент на новый, то в первом случае путе решения следующие. Первое – использовать меньший радиус при вершине, применить шлифованные пластины и выбрать инструмент с углом в плане 45 градусов. Второе – поменять тип фрезерования со встречного на попутное. И третье – вести операцию снятия заусенца фасочным инструментом. Четвертая основная проблема – это вибрации. Обычно они возникают из-за плохой системы спид, а именно – маломощный станок, плохая закрепленная заготовка, большой вылет инструмента и тонкостенная нежесткая заготовка. Как поворотить вибрацию? Первое – выбрать инструмент с меньшим количеством эффективных зубов или снять пластины через одну при условии четного количества их на корпусе. Применить решение с неравно расположенным зубом. Второе – уменьшить глубину обработки. Взять, если это возможно, инструмент с углом в плане 45 градусов. Третье – снизить скорость срезания, выбрать оптимальную подачу на зуб и уменьшить вылет инструмента. Четвертое – взять более острую геометрию и применить решение с односторонней позитивной пластиной для снижения сил резания. Одно из таких решений являются торцевые фрезы через хепто. Ранее мы рассматривали детально эту серию. Ссылка на видео будет в описании. И последняя основная проблема – это низкая стойкость инструмента. Наверное, одно из самых популярных вопросов – металлообработки. Причина низкой стойкости – это… Первое – заготовка и обрабатываемый материал. Второе – неправильный режим резания. Третье – налипание. Четвертое – вибрации. Перед тем, как разбираться с возможными решениями, давайте зададимся вопросом. А какой правильный должен быть износ? Равномерный износ по задней поверхности в размере 2-3 десяток. И к правильным видам износа относится сильный износ по задней поверхности. Причины данного износа следующие. Высокая скорость резания. Высокая твердость заготовки. Высокая абразивность материала, например, литье с песком. Повысить стойкость инструментов в этом случае можно при помощи снижения скорости резания и повышения подачи на зуб, а также использовать более износостойкий сплав. Второй вид неправильного износа – это скол. Причиной этого износа являются высокая подача, высокая твердость заготовки, вибрации. Уйти от сколов на инструменте помогут следующие правила. Первое – повысить скорость резания и снизить подачу на зуб. Второе – выбрать более прочный сплав. Третье – использовать большой радиус при вершине. Четвертое – применить более прочную геометрию. И последняя распространенная проблема – это налипание с последующим сколом. Обычно происходит при обработке двух типов материалов – алюминий и нержавеющая сталь. Каким образом можно побороть налипание на режущую кромку инструмента? Первое – повысить скорость резания. Второе – увеличить подачу сож в зону резания. И третье – применить острую геометрию. Если понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал ГК Вариус, чтобы ничего не пропустить. До новых встреч!